Татьяна Романовна Лебедева. И такие титулы, самые громкие и основные, я сейчас перечислю и это повторю. Не все, что в ее карьере, а самое такое яркое и основное. И начну с первого вопроса. Итак, олимпийская чемпионка Татьяна Романовна Лебедева, вице-президент всей Российской Федерации легкой атлетики, вот ей она была, депутатом Волгоградской областной думы, министром спорта Волгоградской области, плюс полковник вооруженных сил Российской Федерации, 2014-2019 член комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. И это яркие, громкие вот такие вершины Татьяны, которые она сумела покорить. И вот такой человек сегодня в гостях. И первый же вопрос. Татьяна, кем ты мечтала быть? Ну, самая первая мечта, которая в детстве была, это, как ни странно, ученым по астрономии. Дело в том, что часто мы... ...спутники, падают звезды. И вот тогда у меня как-то вот такое впервые, это было я во втором классе, наверное, 9 лет, и впервые вот мне, как так, вот звезды, а как если до них долететь? А вот, а что будет? И когда мне сказали, что вот космос бесконечен, я никогда никак не могла представить, я думаю, это любой сейчас не может представить, как это бесконечен. Наверное, вот была первая мечта. А вторая мечта – это была врачом, зубным врачом. Потому что дело в том, что мы в школе всегда боялись, когда нас вызывали лечить зубы, и мне казалось, что это такие полубоги, и они всемогущие, мы... Зубные врачи. Когда доходило до тебя там по алфавитным порядке, фамилии, ты уже понимаешь, что скоро вызовут тебя, то у нас некоторые пропускали в этот день, там, допустим, школу специально, чтобы не идти просто к зубному врачу. Вот, но мечты вот они не сбылись, но пришлось тоже работать со звездами, как говорится, и тоже покорять, может быть, на Земле космические вершины, ну, так образно. Вот, здорово. И какие мечты удалось реализовать из вот тех детских мечт? Ну, чтобы стать олимпийской чемпионкой, я тогда точно не мечтала. Начала заниматься только в четвертом классе, и, наверное... А вот следующий вопрос, как раз сразу тогда и задам его, Татьяна. Как ты попала в большой спорт, осталась в нем и покорила самые высокие вершины? Как это произошло? Наверное, это даже благодаря, вот вопреки чему-либо, потому что у меня мама занималась спортивной акробатикой, она вот сама из детдома, и пока в ремесленном училище училась, занималась акробатикой. И она хотела, чтобы я была гимнасткой. Ну, вот всегда родители же как-то хотят видеть продолжение, или как-то вот реализовались, чтобы они, вот если у самих что-то не получилось, вот мне хотелось, ну, вот в музыкальной школе учиться, но не получилось. Ну, ребенок закончил музыкальную школу. Вот с медициной тоже не получил, зубным врачом не стала, но вот сейчас она будет поступать в медицинский. Правда, на лечебное дело, но тоже вот врач. Поэтому, конечно, они где-то у нас мечты глубоко где-то сидят, и вот у мамы тоже сидело, что я должна стать гимнасткой. Но в первом классе меня не приняли в гимнастику. Я всегда вот говорила, что нас построили, мы подняли руки, сказали, что я бесперспективна, нет гибкости. Ну, и все, на этом все закончилось. Я сказала маме, мама говорит, не может быть, взяла меня за руку, привела в гимнастический зал, еще раз меня посмотрели, и маме сказали, вы знаете, оно у вас бревно. Мы ее, конечно, можем взять, но оно у вас бесперспективное. Это был первый класс, поэтому после этого была у меня такая уличная жизнь, то есть я пропадала целыми днями на улице, в летних лагерях, и вот там как раз активность, там веселые старты всегда были, когда нужно было за отряд выступать. И, наверное, тогда впервые преподаватель там в лагере, он и сказал, тебе надо заняться легкой атлетикой, ты так хорошо бегаешь, прыгаешь, вот есть такой-то адрес, приходи и записывайся. Ну, я так и поступила, и вот стала сначала бегать средней дистанции, потом получилось, тренер ушел, отдал меня по прыжкам и стала прыгать. Ну, тоже, наверное, пока не окончила школу, вот не приняла решение, как дальше, или по спорту идти, или все-таки в педагогическое вузе остаться, тогда институт педагогический учиться, но все-таки приняла решение заниматься спортом, и сейчас совершенно ни о чем не жалею, и благодаря спорту, наверное, вот такая самореализованность и получилась. Татьяна, а были такие моменты, когда хотелось бросить большой спорт? Ну, знаете, у каждого в жизни вообще бывают такие моменты, это не только в спорте, бывает там и в работе, когда там, как говорят, начальник там тебя начал прессовать, и у тебя не получается, хочется психануть. Надо понимать, что это наши эмоции. Если мы понимаем, что нам работа не приносит такого, оно именно разрушительное действие несет, оно нас каждым днем угнетает, что мы, наоборот, не получаем вдохновения, и мы не видим как-то плоды результата своего труда, тогда, конечно, стоит задуматься, стоит ли продолжать этим делом заниматься. А если ты понимаешь, да, это тяжело, это легких путей нет, но ты видишь, что есть результат, и ради этого результата, если ставить на весы, ты готов жертвовать временем, где-то друзьями, то есть так быть смотивированным для того, чтобы был конечный результат. Поэтому это тоже не сразу пришло, были моменты, когда хотелось все бросить, там были травмы, был какой-то возрастной период, когда вокруг были тусовки, дискотеки, и я поддалась этому соблазну, тоже ходила на дискотеки, но сразу это сказалось на моем результате, даже не результате, а весе. То есть у меня стал вес расти, потому что вечером ты, как говорится, потанцевал, там жидкости напился, а утром ты идешь, такой весь отекший, у тебя, тебе надо прыгать, а у тебя мышцы не такие тонкие, они, ну, вот они у тебя такие тяжелые, вялые, и это сразу приводило к травмам. Поэтому в какой-то момент и тренер, он так здесь сыграл правильный такой подход, он дал мне это попробовать для того, чтобы я сама приняла решение, потому что уже была совершеннолетняя, взрослая, просто вот приехала в Волгоград, и такие соблазны, как свободная жизнь, сама вообще жить и живу. Поэтому, конечно, не без этого. Я считаю, что каждый должен через это пройти. Если мы будем все время запрещать, думаю, что мы тем самым их оберегаем от чего-то, мне кажется, нужно, наоборот, раньше дать попробовать, чтобы они и поняли, что режим, это должен режим. Если у тебя есть какая-то цель, ты хочешь хорошо учиться, хорошо выступать в спортивном виде, в каком-либо, ты должен понимать, что есть определенный режим. Там есть день отдыха. Вот планируешь, что в этот день отдыха ты можешь, допустим, допоздна где-то гулять, но в то же время ты понимаешь, что завтра будет отдых, а не насыщенная, там, интенсивная тренировка. Вот какая была мотивация? Ведь Татьяна сказала, что она приехала в Волгоград и жила в общежитии. Какого-то контроля, надзора не было. И тем не менее, человек стал олимпийским чемпионом. Вот какая была мотивация? Что мотивировало, Татьяна? Что давало возможность не выключиться и не остаться в условочном вот этом формате, а все-таки добиться своей цели? Ну вот я приехала, когда закончила школу, я приехала в Волгоград сначала, так как уже была зима, я довольно-таки поздно принимала решение долго, вот полгода у меня уходило или остаться в Стрельтомаке, или в Волгоград. И поэтому уже было поздно куда-либо поступать, именно в высшее учебное заведение. Поэтому меня приняли в училище Олимпийского резерва. Результаты позволяли. Поэтому за те каникулы зимние я сразу быстро втянулась, сдала все зачеты, экзамены, которые нужно было, потому что довольно-таки хорошо училась в школе. Поэтому не составляла труда. И уже первый год, первые два года они дали хорошие результаты, потому что новый тренер, новая методика, там хорошие условия, потому что у нас был такой обычный школьный зал, а здесь целый манеж. Поэтому, конечно, сразу были результаты и стала призером чемпионата, ну, может, первенства юниорского чемпионата мира, третья стала, потом на Европе вторая. И, конечно, мне поставили на российскую стипендию. Я стала получать там где-то 50 долларов по тем, ну, это считалось очень хорошо, такая уже относительно независимая. И, конечно, это вскружило голову в какой-то мере. Я почувствовала себя таким полноправным, независимым человеком, который имеет право, там, говорю, и тусить, и так далее. Но это сразу дало результат. Я говорю, буквально, как я вышла с юниоров во взрослый вид спорта, там совершенно другие расклады, и взрослые меня не ждали. Там меня просто как щенка, они просто даже не воспринимали за соперницу. И поэтому, и учитывая, что я попала в такой, ну, можно сказать, зазвездилась, и это сразу дало результаты, что я на отборе в 96-м году на Олимпиаду в Атланту хотя были шансы попасть, ну, просто хотя бы участником стать, я стала восьмой. То есть, никуда не попала. И потом, из-за того, что был большой вес, у меня пошли проблемы с ахиллой. И я в 97-й год весь лечила ахиллы, и как-то, в какой-то момент я написала себе в дневнике, что, наверное, пора заканчивать. Или ты берешь, прям вот, прям пашешь, тренируешься год, если не будет результата, значит, ну, нет, не талантливые, значит, нет, вот что-то, ну, не так, все уже пошло на спад. Но ты должна попробовать, чтобы никогда об этом не жалеть и закрыть эту тему спорта. Ну, вот прям себе написала, что вот год я даю себе, что я буду тренироваться, прям вот ни себя не жалею. И, понимаете, вот через год у меня просто, я выполнила мастер спорта международного класса, стала чемпионкой России уже среди взрослых, поехала на игры Доброй Воли, стала второй, на Кубок Мира вторая, то есть у меня пошел результат, и причем у меня появился менеджер, меня стали приглашать на Гран-при, то есть я стала еще зарабатывать денег, то есть свои там первые 500 долларов, это для меня было просто, я всю ночь не могла уснуть, и думала, что я не могла уснуть, потому что я, конечно, мне потом вот спортсменка рядом со мной жила, она там чемпионка мира и так далее, она видит, что я ворочаюсь, она говорит, что ты не можешь уснуть, я говорю, это такие деньги, поверь, через пару лет ты даже на них не будешь обращать, ты не будешь считать даже деньги, что просто выступать даже за такие деньги, я говорю, ты что такое говоришь и так далее, ну и буквально вот выступил на Игры Доброй Воли, они считались такие коммерческие, заняла второе место, завоевала 4000 долларов, и все, я как бы стала, ну думаю, надо копить на квартиру, потому что я уже как раз с общежитиной заканчивала уже Белгоградское училище Олимпийского резерва, и так стало, вот как говорится, по крупицам, и уже в конце 99-го года я уже купила себе квартиру и в 2000-м машину, то есть как бы такое постепенно, не было такого сразу резкого взлета, но вот такая уверенность, что это моя профессия на ближайшее время, не знаю там, сколько это, 10-20 лет, но это моя профессия, если за нее платят, ты должна быть уверена относиться профессионально, потому что никто за тебя не сделает определенную тренировку техническую или сложную, если ты всю ночь гулял, тусил там, а в конце концов, когда ты вот так чувствуешь действительно независимый, у тебя есть такой багаж, какое-то, ну вот имущество там, то поверьте, сразу там и женихи появляются на горизонте, и все сразу друзья, поэтому это тоже такое определенное было испытание, и поэтому в какой-то момент я поняла, что лучше тренироваться, чем тусить. Ну, можно дать совет от олимпийской чемпионки, повторив слова Татьяны о том, что нужно ставить микро- и макроцели, Татьяна поставила себе, к примеру, такой срок, как год, и дала себе обещание, что вот этот год она будет пахать, этим советом можно воспользоваться и в жизни, в бытовом формате, и в бизнесе нужно ставить себе небольшие цели и не отступать от них, для того, чтобы все-таки проверить, да, способен ли ты на это или все-таки сдаться. Можно дать совет, да? Дело в том, что есть такие цели, которые реальны, которые вот они, допустим, в перспективе недолгосрочные, вот в течение месяца ты можешь там сказать, что я вот сделаю, каждый день буду тренироваться, и вот маленький рекорд в том-то виде, ну, допустим, в определенных тестовых упражнениях, постараюсь улучшить, то есть там в течение года, что вот я могу там, ну, в разном там, с такого-то разряда на такой там, то есть маленькие такие, которые реально выполнимы, но нужно сделать такие определенные шаги к ним. А есть, конечно, такие мечты, как стать олимпийским чемпионом, это, конечно, каждый должен мечтать, как говорил Суворов, плохо тот солдат, который не мечтает стать генералом. Это должно как такой движущей, такой звездой, которая тебя вот направляет. Ты видишь ее цель, она у тебя где-то там далеко, но ты, как говорится, дорога в тысячи километров начинается с первого шага. Ты постепенно делаешь шаги, шаги, и, конечно, если, допустим, в школе учась, я понимала, что это нереально, мы просто мечтали, мы там дурачились, вот я буду прыгать, как Карл Юис, а вот мы тогда еще в высоту прыгали, как Патрик Шойберг, а вот так, как Тамара Быкова и так далее. Но когда по мере уже понимаешь, что ты уже попал на Олимпиаду, вот все уже это реально, конечно, тут совсем другие эмоции. Тут уже сердечко начинает биться, хотя тебе кажется, ты такой уже опытный, уже столько чемпионатов мира, Европы уже за плечами, турниров, гран-при, а все равно это волнительно, это очень страшно, это ответственно, и ты понимаешь, почему на Олимпиаде бывает, когда едут лидеры, вот просто лидеры, и он не может завоевать золотую медаль. Тот же наш Максим Опылев на первую Олимпиаду ехал лидером, трехкратный чемпион мира, все уже серебро, на вторую Олимпиаду в Афина бронза, и только вот на треть, когда уже отпустили, он понял, что терять нечего, вот уже все, вот он завоевал золото, то есть, или тот же Евгений Садов, который поехал на Олимпиаду и сразу три золота взял с мировым рекордом, там ему 18 лет, то есть, может он до конца это не осознал, но именно вот без этого давления от него никто не ждал, он завоевал золотые медали, поэтому Олимпиада, она вот, конечно, это совсем, его нельзя сравнить ни с чемпионатами мира, ни с Европой, но вот я говорю, верну, возвращаясь к цели, конечно, нужно такими себе и долгосрочную перспективу, мечтать не надо бояться, и такие вот реальные, которые ты делаешь, и потом ты можешь как-то себя спросить, да, я сделал, поэтому показал результат, или я не сделал, но показал, ну, значит, где-то мне вот авансом это дало. Мы буквально с нашими молодыми тренерами сегодня говорили о том, что обсуждали и рассуждали на тему вот любимой работы, как можно найти любимую работу, и проводили параллели со спортом, а девочки являются спортсменками, и вот мы пришли к тому, что в жизни, так же, как и в спорте, невозможно сразу влюбиться в свое дело и стать профессионалом. Ты любишь свое дело тогда, когда у тебя в нем начинает что-то получаться, или когда ты достигаешь определенных вершин, ты становишься в нем уже более компетентен, профессионален и своего рода эксперт. И то же самое, наверное, в любом деле и бизнесе, ведь мы за пулистами разговаривали, Татьяна, с тобой, в плане того, чтобы наше общение принесло какую-то пользу подрастающему поколению молодежи в плане того, как достигать цели, как выстраивать вот внутри себя вот этот стержень, который позволит добиваться поставленных задач. И спорт, ведь он является таким стержнем не только в жизни, но и в работе, который не дает тебе слабинку. Вот Татьяна Романовна добилась высоких достижений, в плане профессиональной карьеры, политической карьеры. Спорт помог в этом, Татьяна? Конечно, несомненно. Дело в том, что я считаю, возвращаясь к предыдущим вопросам, когда говорили, что в основном если получается, конечно, это цепляет. Если не получается, многие начинают бросать и так далее. Если вот у нас сегодня все-таки спорт и фитнес вопросы, мне вот хотелось такой небольшой, ну не то, что, а такой тест, наверное, небольшой, дело в том, что вот у нас уже с детства нас начинают ломать, наверное, через вот такой, даже если вопрос задать, вот каждый, кто слушает сейчас, сами себе внутренне ответьте, как вот любили вы в детстве уроки физкультуры. То есть, вот особенно те, кто сейчас особо ЗОЖ не занимается, не считает себя таким, вот что он ведет здоровый образ жизни, систематически тренирует, систематически это минимум три часа в неделю. то есть, если вот не просто раз, так разовые, вот, то есть, ответьте, вот готовые вы, ну вот, любили уроки физкультуры, и вы знаете, большинство сразу даже, и я в том числе, хотя вроде спортсменка, скажу, что уроки физкультуры я не любила. Если вот так, сразу ассоциации первые, это сразу бег на выносливость вокруг школы, это, если там зима, там на лыжах, тоже все время какие-то нормативы, все время тебя засекают, замеряют, все время ты должен отжиматься, подтягиваться, все время тебя тестируют, тестируют, и если ребенок где-то занимается в спортивной школе, он относительно себя комфортно чувствует, это его как бы поле, он здесь, да, он здесь красавчик, он даже может хорошо, нехорошо учиться, но здесь он как-то, то есть как рыба в воде, но если это обычный, который вот не занимается где-то дополнительно, для него это испытание, и вот здесь как раз вопрос, такой вот у меня всегда зрело, что насколько мы вот физическую культуру в школе, она поэтому называется физическая культура, что это здесь первая педагогика, чтобы мы как раз прививали любовь именно к спорту, чтобы они просто азы знали, что есть такие-то виды спорта, есть вот наши здесь чемпионы, чтобы они как бы дальше такую историю знали, и в то же время им прививать азы, чтобы в будущем они получали удовольствие, радость от физической культуры, и уже понимали, что это им надо, а когда у них вот такое, они, понятно, стараются быстрее это все забыть, ненавидят уже спорт, и очень редко, когда у них снова вот это переходит уже в будущем взрослым, когда они понимают, что да, надо спортом заниматься, и тоже, они не знают, с чего начать, у них вот это педагогические подходы в детстве, вот настолько их так вот забили, вот сломали, что им даже тяжело начать, они опять представляют, что если заняться спортом, надо сразу убиться, чтобы неделю отходить, лежать, вот тогда я действительно потренировался, и сразу ставить себе задачу, что я начну тренироваться, я через неделю похудею, там на 10 килограмм, я стану сильным, через месяц, нужно сразу задачи себе ставить такие, вот как долгосрочные, да, когда-нибудь я похудею, если я буду систематически заниматься, я стану сильным, это мышцы в тонусе будут, это однозначно, если ты будешь систематически заниматься, но я хочу в первую очередь получать от данных вида спорта удовольствие, я хочу получать, если это, ну, сегодня вот даже фитнес-индустрия, они же пошли этим путем, они, мы всегда вот раньше считали, что детская спортивная школа, что это только вот дети занимаются, а взрослые в это время сидят на лавочке и ждут, когда дети закончат, и я думаю, почему именно, почему именно для родителей нельзя заниматься, вот каждый сейчас скажет, чем он, вот какие детские виды ему нравились, какие вот его вдохновляли, когда он включал эмпатии, ему хотелось, вот я бы так, вот мне бы так летать, поверьте, это не вопрос времени, что вы старые, и вам все, уже детям только в детях реализовываться, сейчас это очень сильно развивается, сейчас вот даже фитнес-индустрия, они пошли этим путем, когда стали предлагать, там, кто любит гимнастику, йогу, там, пилатес, танцы, если там девушки, мужчинам там, помимо тренажеров, там, функционально многоборье, бокс, кикбоксинг, ну, просто... Выбор огромный, конечно, сейчас в направлении фитнеса... А себе там такие залы, где там и теннис можно, вот именно так же при фитнесе, там, у них игровые виды спорта, футбол, волейбол, то есть понимаешь, что, чтобы зацепить, нужно как бы, вот, каждый, чтобы взрослый, он попробовал, потому что вот у него, у каждого же мечта была, вот мы в детстве там, индейцами там, не знаю, представляли себя там, вот, я буду бежать там, я буду вот таким сильным, силачом и так, буду вот как драться, как там, брусли там или так далее, то есть, а сегодня как раз ты можешь попробовать, не надо тебе там быть чемпионом, но ты попробуй эти элементы, как бы почувствуй, вернись в детство, и ты будешь получать вдохновение, у тебя внутри вот это где-то сидело, что вот у меня не получилось, у меня не было времени и так далее. Здесь и сейчас... Сейчас можно это все реализовать путем фитнес-клуба. Никогда не поздно, можно как раз вот эти все виды, вот здесь-то можно как раз, не будет тебе говорить, что ты там неудачник, если ты будешь одним видом позанимался, потом другим будешь бегать, это твое право выбора, попробовать и почувствовать, а каково это быть там единоборцем, а каково быть там спортсменом, легкоатлетом, танцором и так далее. Это как раз и наши детские мечты пробуждают, и через это мы вот эти все свои комплексы, как что спорт и физическая культура, это вообще терпеть, и вообще это плохо, мы переламываем, и у нас меняется отношение, мы начинаем слышать себя, свое тело, совсем по-другому относиться, и мы начинаем любить себя, уважать, то есть, ну, многие же вот не нравятся мое тело, так далее, вот надо спортом заняться, но никак не могут, сила есть, воля есть, сила воли нет. Татьяна, можно ли сказать, что фитнес формирует некую культуру к своему здоровью в нашей стране? Конечно, я говорю, как спрос рождает предложение, этот запрос, он был давно, потому что, я говорю, всегда считалось, что у нас дети только заниматься должны, а та же вот программа, понимая, что государству, конечно, в первую очередь им нужно, чтобы было здорово, меньше на здравоохранение тратить, и меньше вообще трудоспособное было население, но вот именно каким способом, то есть спортивной школы нельзя, сейчас хотя они уже могут тоже проводить, как для взрослых тоже занятия, но тем не менее, как-то все равно вот у взрослых еще осталось, что спортивная школа это только для детей, хотя совершенно уже по новым распоряжениям они могут вполне и заниматься взрослыми, то есть те же школы, которые, они сейчас не детской спортивной школой называются, просто спортивной школой, поэтому здесь как бы такой перелом есть, и то, что вот фитнес, они, говорю, понятно, они начинались там таких, как говорят, с качалок, но тем не менее, когда уже кто-то вот, ну, хочет, да, свое тело построить, но, говорю, запросто был и у девушек так же, чтобы они как бы себя хорошо чувствовали, и сегодня здоровым быть модно, это совершенно меня поменял такой стереотип, вообще менталитет, конечно, поэтому и фитнес-индустрия, они стали развиваться, и для того, чтобы, ну, стали предлагать широкий спектр услуг, начиная, говорю, от того, что ты даже маломобильным, ты можешь тоже заниматься, и там реабилитация каких-либо после травм, и заканчивая, уже тоже готовят там выступления на соревнованиях, там по функциональному многоборию, то есть свои старты, там турниры проводят, то есть здесь... А вот Татьяна Романовна, олимпийская чемпионка, она сейчас тренировки какие посещает, вообще она тренируется сейчас, и где? И посещала ли она фитнес-клубы? Ну, я посещала, да, фитнес-клубы, сейчас, конечно, нет, но у меня есть они карточки, как нам, вот как олимпийским чемпионом подарили, но дело в том, что, конечно, за пять лет моей работы в Совете Федерации, мне очень, вот, ну, наверное, это отмазка, но я как бы запустила себя, я, конечно, мы выступали среди органов госвласти, и у нас два раза было первое место, два раза, три раза второе место, то есть, ну, так активно, но я понимала, что систематически не получается заниматься, там, может быть, два часа в неделю, там, это воскресенье, и вот когда мы там в волейбол играли раз в неделю, и поэтому, конечно... а сейчас есть у нас формат виртуальных тренировок, онлайн-тренировок, Татьяна Романовна не попробовала никакую онлайн-тренировку? Сейчас я занимаюсь активно, и, вы знаете, три раза в неделю, я бегаю, дело в том, что я живу в области, и у нас тут по поселку можно бегать, такой круг у меня 15 минут, и вот три круга, это 5 километров, я спокойно через день набегиваю, и, не знаю, за два месяца, я просто себя, ну, как говорится, заново такая родилась, как птица Феникс, то есть, я поняла, что у меня вот мышцы, они приходят в тонус, такая своя гибкость возвращается, и, вот, такой весь плечевой пояс, я делаю в том, что, ну, раз уж немножко прорекламирую, занимаясь стрельбой из лука, и являясь президентом федерации Волгоградской области стрельбы из лука, у нас в регионе, он активно развивается, три точки у нас есть, и это, в том числе, и в городе Волжском, поэтому, если кто хочет заниматься, добро пожаловать, и это как раз вид, вот именно, мотивации какие-то остались, что вот, ну, вот такой спортивный, гонка такая, внутри сидит, а вроде уже такого здоровья физического, вот прям куда-то бежать, прыгать, нет, к сожалению, а вот стрельба из лука, там можно в любом возрасте, там, вот поэтому сейчас плечевой пояс, активно, его закачиваю, там, подтягиваю, отжимаюсь, ну, понятно, и ноги тоже не забываю, но вот активно для того, чтобы можно было хорошо растянуть лук, и готовлюсь тоже к соревнованиям, надеюсь, в сентябре они будут, у нас ЮФО, в Волгограде мы завели к нам соревнования, и, может быть, на чемпионате России тоже, выполнил определенный разряд, там нужно с кандидатом мастера спорта допускать, поэтому цель есть, вот, поэтому я занимаюсь активно сейчас, и тренирую ребенка своего тоже, вот, снова вспомнила легкая атлетику, два раза в день у тренировки, а между тренировками я занимаюсь, ну, сама тренируюсь, поэтому сейчас время такое у меня больше, снова я так вернулась в спорт, и снова такие ощущения знакомые, когда ты шаг за шагом, ступенька за ступенькой формируешь, тренируешься такими небольшими тренировками, такую не супер нагрузку скажу, но ты видишь, что тело, оно реагирует, оно меняется, тонус возвращается, ты становишься, ну, как бы не сильнее, чем предыдущие, но, по крайней мере, за те пять лет, которые я упустила, более-менее нормально. Татьяна Романовна никогда не сдается, всегда себе ставит новые цели, задачи, и я уверен, что все получится, и желаю, чтобы эти новые достижения спортивные были, конечно, достигнуты, и вот у нас вопросы, передают пример, передают привет, извиняюсь, из Израиля, и задают вопросы, а кто у вас был кумиром в спорте, и есть ли вообще, или были такие, или... Ну, я в первую очередь, я вот тоже вижу бегущую строка, там у меня и из Трельтамака тоже, и из Москвы, и там из Удмуртии, и я всем тоже передаю привет, они активно сейчас со спортом, это люди из спорта, и активно сейчас продолжают именно в этом виде работать и развивать наш спорт, уже тоже не с профессионалами, но, тем не менее, они остались в этом виде, и, конечно, вот если сказать кумир, у меня, если брать из легкой атлетики, у меня была Тамара Быкова, прыжки в высоту, и Карл Юис, мне всегда вот, я помню, тренер читала, что вот Карл Юис 30 лет садился на шпагат, а у нас это был такой, в первую очередь, укор мальчишкам, потому что мальчишки, они всегда ленились гнуться, мы-то все садились, девчонки, на шпагат, а мальчишки, они всегда, я вот говорила, что и на своих мастер-классах, что тянуться нужно всегда, гибкость, это запас движения, когда у нас сильно забиты мышцы, там сильный лактат, у нас сразу такая тугость в мышцах появляется, и когда при этом делают резкие движения, сразу идет травма, там надрыв, разрыв и так далее, и для того, чтобы этого не было, нужно гнуться всегда, чтобы была гибкость, и при этом, когда ты, говорю, уставший, у тебя, ты можешь сделать полноценное движение, не получив, не повредив мышцы, поэтому, конечно, вот это у меня вот так осталось, а потом, когда в 2004 году, мы с ним уже встретились, в Нью-Йорке, он взял мою дочку, старшую на руки, тогда у меня вот одна была, мы с ней сфотографировались, он мне подарил книгу, и на ней написал, Татьяна, never give up, то есть, никогда не сдавайся, и вот это стало моим таким символом, потому что, когда ты выиграл Олимпиаду, и у меня какой-то был такой надлом, а чем дальше заниматься, уже все вершины, Европа, миры, Олимпиады, мировой курс, все есть, что еще дальше, снова повторять, ну, как-то вот, уже не интересно, и вот именно, никогда не сдаваться, он говорит, когда ты выиграл один раз, это хорошо, но все соперники, они как раз и мечтают обыграть уже Олимпийского чемпиона, не просто там Карл Льюис или там Татьяна Льюис, а уже Олимпийскую чемпионку Татьяну Лебедеву или там Карл Льюис, поэтому, конечно, и вот не дать им, это вдвойне сложнее, это вдвойне, как говорится, ответственнее, поэтому, вот, наверное, вот эти слова, они стали переломным, что один раз это хорошо, а в дальнейшем именно держать эту марку, это намного сложнее, именно даже больше психологически, поэтому, конечно, вот он для меня кумиром всегда оставался, ну, Мне нравилась всегда спортивная гимнастика, хоть меня туда и не приняли, поэтому у меня кумиры были это Нелли Ким, пятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, Ольга Корбут, Людмила Турищева. И вот у каждого было свое. Людмила Турищева, она была трудяка. Она вот пахала, может, у нее такого таланта не было, но она пахала. Корбут, она была такая экспрессивная, такая вот она брала своими элементами, у нее ультра-си были. Такая вот она своей эмоциональностью всех зрителей держала просто во внимании. А Нелли Ким, она вот такая эмоциональная такая злючка, она мне этим импонировала, что она всегда в первую очередь, когда что-то не получалось, не на окружающих злилась, а на себя злилась. И это, наверное, тоже было в моей потом, я так где-то может подсознательно переняла, чтобы когда что-то не получается, злиться не на окружающих, что вот они такие хорошие и что-то не совпало с погодой и так далее. А именно ты в первую очередь что-то не так сделал, и надо разбираться, почему так. И вот, то есть учиться, мыслить, наверное, анализировать, чтобы двигаться дальше. Вот задают еще вопросы. Была ли сложная ситуация, волнительная ситуация, или самая волнительная ситуация, и как Татьяна с этим справилась? Вот наш друг, он тренер по кикбоксингу, Али, привет. И вот он задает такой вопрос. Ну, вот, самый волнительный, наверное, это Олимпиада. Вот, я говорю, ее ни с чем не сравнить, даже и вторая Олимпиада, и третья Олимпиада, это всегда волнительно. Всегда нужно вот, даже когда начинается Олимпийский гол, тебя начинают уже потряхивать, то есть ты понимаешь, что задачи большие поставлены, соперники все готовятся, все мечтают завивать первое место, оно одно. И кто это, кто станет чемпионом, ну, как говорится, на Олимпиаде, это все и покажет. Поэтому для этого нужно больше пахать, больше, ну, вот, как бы, с каждым разом включаешь свой опыт. Если на первую Олимпиаду я ехала лидером сезона, и когда у меня брали интервью, я говорила, ну, я выиграю, они говорят, а вдруг что-то удача там отвернется. Я говорю, ну, как отвернется? Ты же лидер там, что тебе отвернется? То есть вот такое самонахальство, оно, наверное, меня изгубило, что в итоге там погода, в первой попытке уже поменялся ветер, дождь, мы промокли, стало холодно, это в Австралии делали, там, наоборот, погода, у нас осень, там, весна, и вот погода была изменчивая. Поэтому это для меня стало таким опытом, что Олимпиаду на халяву не выигрывают. Вот, на второй Олимпиаде уже я так вроде тоже лидером сезона, мировой рекордсменкой, все, что можно, выиграла. И вроде мне уже журналисты все повесили две медали золотые. И, конечно, у меня там была травма, и я старалась о ней не распространяться, интервью уже так направо-налево не раздавала, закрылась. Но вот случилось то, что я как бы боялась, потому что за эти травмы у меня технические тренировки пропадали, и я за три недели ни одной технической в тройном прыжке не сделала, и поэтому стала третьей. Я, конечно, очень сильно расстроилась, это для меня было просто настолько... Настолько я смотрела, сидела на этот огонь на стадионе олимпийский и думала, это как во сне, я сейчас проснусь, и все будет по-другому. Это не со мной происходит, и это там просто как предупреждение, потому что я понимала, что на следующей Олимпиаде я уже буду там, мне будет уже 32, и в какой я буду в физической форме, насколько это... Здесь еще как такой относительно рассвет, поэтому, конечно, я была очень расстроена. Но тут мне Елена Симбаева, она меня вдохновила своими прыжками, мировым рекордом, и я опять не могла всю ночь уснуть, я вот думала, вот она собралась, у нее же тоже ситуация была, когда она две попытки забаранила, а третьей вот она закрылась одеялом, сидела, настраивалась, вышла, прыгнула, и все, и стала чемпионкой, то есть она собралась. Я вот как бы разозлилась на себя, что вот она смогла собраться, несмотря на такую ситуацию, давление, я бы не хотела в ее шкуре оказаться. Это... Конечно. У нее завтра день рождения, да, вот у нее, поэтому раз мы... Поздравляем, поздравляем с вами. Поэтому, конечно, очень как бы было вот... Я была и зла, и в то же время я собралась, что или здесь и сейчас, у меня еще есть шанс, не надо четыре года ждать, когда ты можешь выйти в длину. И я думаю, ну, наверное, так вот в поток такое попало, звезды, они сошлись, что увидели вот это стремление, что все-таки, наверное, я ее заслужила и выстрадала. Потому что потом были тоже Олимпиады, тоже были волнения. Я говорю, волнение всегда, ты понимаешь, что все мечты... Конечно. Вот, говорю, самая первая Олимпиада, это была такая самоуверенность, а вот вторая, вот когда именно произошел такой надлом, я заняла третье место, и, ну, учитывая, что планировала, как говорится, зазывать золото, то, конечно, было так, ну, очень так нехорошо в душе. Вот очень много лестных слов приятных в адрес Татьяны Романовны пишут зрители. Спасибо большое вам. И задают вопросы, вот почему стрельба из лука? Почему Татьяна Романовна выбрала стрельбу из лука? И второй вопрос, занимается ли дочка ваша профессионально или для себя? Сразу скажу, почему стрельба из лука? Дело в том, что смысл нашей жизни – это развитие, саморазвитие. Если мы внутри остановились, сказали, что мы все знаем, у нас такое идет внутреннее угасание. То есть нужно всегда ставить себе цели, что даже вот в спорте, достигнув высших, вроде как, как говорится, медалей, ты понимаешь, а есть много других видов, причем, которыми ты можешь сейчас заниматься, которые совершенно другие, противоположные, потому что прыжки – это взрывной вид, это взрыв-пауза, взрыв-пауза. Здесь 6 секунд разбежался, прыгнул, все, вот она, мощь, сила. А вот именно стрельба – это как раз совершенно другое. Здесь нужно, чтобы сердце, даже при волнении, оно билось не больше 60 ударов в минуту. Настолько ты его должен контролировать, потому что как только оно будет чаще биться, рука уже будет потряхивать. Ну, то есть она уже дрожает, а здесь как бы это, ну, сразу стрела будет лететь уже не в 10 минут. Поэтому, конечно, здесь нужно вот именно спокойствие, потому что, учитывая, что у меня такой импульсивный характер, ну, даже я, может, говорю быстро, а здесь нужно вот такое горячее сердце, холодный рассудок. И это для меня новое. Это новый для меня вызов, это новое для меня ощущение уметь управлять своими эмоциями, потому что мне казалось, что я умею управлять эмоциями, но у нас, как в легкой атлетике, она, ну, там, соперница прыгнула, а ты как так разозлился, тебе как красная тряпка на быка, она как раздражитель, и тебе, наоборот, адреналин пошел, у тебя сердце там выпрыгивает, это хорошо. Как раз это и нужно состояние для того, чтобы ты, ну, при этом ты как бы контролируешь, что ритм все это держать, оно у тебя отработано уже. А здесь, как говорит такое, ну, наоборот, здесь вот именно разозлиться вот так, чтобы у тебя сердце билось, здесь нельзя. Здесь нужно, наоборот, еще больше быть спокойным, уверенным, сконцентрированным. И вот как раз, наверное, вот это меня и зацепило, потому что я пробовала и гольф играя, и гольф тоже, тоже он так довольно-таки интересный, и, ну, не знаю, другие различные виды тоже пробовала там, но, конечно, вот стрельба, она мне вот этим, наверное, и зацепила. Покорила. Дочка, она занимается, ну, я не скажу, что профессионально, дело в том, что она в 14 лет закончила музыкальную школу, и поэтому только после этого начала заниматься легкой атлетикой, поэтому, конечно, она сыроватая, если уж так брать, это для того, чтобы догнать, она вот сейчас, первый разряд у нее в четырех видах, в трех, у нее 100-200 и тройной, и чуть-чуть до кандидата не хватает, но я думала, что, скорее всего, летом, если в сентябре будут соревнования, я думаю, кандидата она должна выполнить, готова, вот, но я понимаю, что сейчас и с легкой атлетикой пока непонятно, и вот учеба, я думаю, что все-таки учиться тоже надо, и когда говорят, что ты вот, или надо, или выбор, или учеба, или тренироваться, совершенно не так, у нас вот та же Полина Миллер на 400 метров бегает, она второй курс медицинского университета заканчивая, ну, учится, и при этом она член сборной команды России в полуфиналист чемпионата мира, то есть, это говорит о том, что, если ты правильно свой график поставишь, то есть, вот эта собранность, она потом жизни очень поможет, студенческие годы, они вообще легко воспринимаются, ты можешь там учиться, тренироваться, энергии, поверьте, хватит на все, поэтому я не сомневаюсь, что, будучи студенткой, она продолжит тренировки, и, конечно, акцент будет в первую очередь на учебу, тренировки уже не двухразовые будут, одноразовые, но, я думаю, при этом, ну, результат все равно должен быть, хороший, мы не ставим цели, чтобы там стать олимпийской чемпионкой, но, чтобы, допустим, тот же мастер спорта, я думаю, вполне и по силам выполнить. Ну, желаем, самое главное, чтобы выросла достойным человеком, и вопрос такой от руководителя федерации каратэ, вот сейчас много турниров у нас, как бы, ну, осталось за бортом, и ребята готовились, это чемпионаты, России, мира, Европы, и сегодня у ребят, скажем, та мечта, которая была вот под носом, и они хотели выйти и реализовать ее, она сегодня на неопределенный срок просто отодвинулась. Вот какой совет можно дать олимпийской чемпионке Татьяне Романовне Лебедевой спортсменам, которые оказались в такой ситуации? Ну, я вот сразу такую эмпатию проведу, дело в том, что вот я тоже тренирую свою дочку, и я вот тоже думала, ну, все равно летом это все, летом будут соревнования, ну, не в июне, они уже в июле будут, так и так, и поэтому, как бы, так вроде готовила по тому плану, чтобы уже в июле она вышла на соревнования, но когда понимаю, что все это отодвигается, отодвигается, и я думаю, ну, куда мы гоним? Надо как раз сейчас заниматься, не гнать за результатом, что вот-вот сейчас соревнования откроют, и все, можно выступать, а именно обратить внимание на слабые места. У каждого спортсмена, какой бы он физической форме ни был, у него есть свои слабые места. У кого-то в гибкости это, у кого-то там, допустим, слабая там мышь определенной группы или какая-то психологическая, то есть работать именно над этим вещами, именно понимая, что тебе не надо гнаться за результатом, ты можешь так же объем тренировок делать, но при этом уделять внимание, понимая, что тебе не надо какую-то форму наращивать спортивную, что тебе тут нужно вот прям обязательно спарринг-партнер, обязательно там на результат где-то попрыгать, там яма прыжковая и так далее, ну, в разных видах, то есть здесь как раз-то можно и вот тем же УФП заняться. Время использовать в пользу как раз, правильно? Ну, это, конечно, здесь большую роль педагог играет, тренер, который как раз вот именно быстро сориентируется и подскажет ученику, что это как раз время для того, чтобы такое переосмыслить и понять, чтобы для того, чтобы был прочный фундамент такой вот уже построить пятиэтажное здание, ты сегодня строишь вот этот фундамент, потому что если не будет фундамента, результат он может быть такой разовый, а чтобы он был стабильный, для этого должен быть такое все зацементированное, поэтому это хороший такой повод именно такой перезагрузки для тех ребят, потому что, ну, все равно у них есть слабые места, я не скажу, что вот они все такие сильные, если бы они были без таких слабых зон, они бы уже давно стали там чемпионами мира, не знаю, там уже там суперталантами, поэтому надо просто работать над этими вещами, и причем, говорю, тренер должен объяснять и разговаривать с учеником, особенно сейчас, когда ему тяжело одному тренироваться, себя мотивировать тоже, ну, вот как-то, когда мы приходим в спортивный зал, мы по-другому настроены, понимаем, что здесь сама аура, что все тренируются, пашут здесь, если будешь сидеть, на тебя будут как-то искусно смотреть, а дома, конечно, это же наш как бы тыл, крепость, мы всегда, даже так интуитивно, когда приходим, мы сразу там лечь, присесть, то есть это у нас такой уже расслабляющий, такие внутренние идут уже импульсы, поэтому для того, чтобы себя дома заставить тренироваться, это тоже нужно определенная такая воля, это даже, я считаю, вот минимальные атрибуты, там, коврик, потому что вот ты когда будешь сидеть, и тебе надо тренироваться, так себя смотивирует, ты не сразу не ляжешь на пол и будешь делать упражнения, ну, можешь раз, ты сделаешь, больше ты не захочешь, а когда у тебя какой-то коврик специальный, там, ну, даже недорогой, там, даже если ты полотенце выделил специально, на котором ты будешь заниматься, и ты его постелил, ты спокойно какой-то жгутик взял, если там, ну, даже не супер какую-то профессиональную резину, а такой обычный жгут, там, или какую-то там такую веревку, чтобы помогла тебе потянуться, там, если ты там руками не достаешь, да, носочек, там, чтобы ты, вот именно, если у тебя, говорю, есть там какой-то мячик, там, который ты можешь покатать по мышцам, немножко их помять, учебники, ну, если гантели, это вообще супер, какие-то субтеки, такие, которые ты выделил, что это у тебя для тренировок, и они у тебя должны лежать перед глазами, чтобы тебе все равно непроизвольно, потому что, если ты уберешь их куда-то подальше после тренировки, в следующий раз ты можешь не достать, если ты не систематически занимаешься, а если они у тебя лежат на видном месте, у тебя все равно больше шанс, что ты их достанешь, расстелишь и будешь делать упражнения, а если, допустим, брать вот прямые эфиры, конечно, не всегда удобно, там, определенные часы, и, ну, у кого-то, как свой там распорядок, даже если он там не работает, в это время, может, он там чем-то занимается, и вот он не будет специально под это время, он там у него сериал какой-то смотреть, хочет, да, не заниматься, то, конечно, здесь вот тоже нужно такая, чтобы обратная связь была, ну, допустим, в конце какие-нибудь вопросы, там, пишите, когда вам удобно так посмотреть, просто по статистике, там, допустим, если, ну, здесь вопрос, если вы с учениками, там, занимаетесь, это одно, а если со взрослым контингентом, то, понятно, здесь, знаете, с кем занимаетесь, там уже ты, обратная связь, они могут писать, это спокойно, ты каждый уже знаешь, если ты не знаешь, то, конечно, какие-то минимальные, там, нулевой уровень, там, базовый, там, оптимальный, функциональный, продвинут и так далее, чтобы, и после этого, чтобы была бы обязательно обратная связь, даже пусть они пишут, что вот такое-то состояние, такое-то, это в первую очередь и для тренера, что вот, если он ответит, они поймут, что, да, уже какая-то ответственность тихонечко появляется, то есть, ну, вот так заинтересовать, потому что, конечно, в онлайн это хорошо занять, это, ну, там, могут включить, выключить, посмотреть, делать, не делать, принимать, это уже личное решение каждого, но, если ты в оффлайн, ну, просто вживую, конечно, ты там можешь подкорректировать сразу, ты видишь, что он не тянет, ему там меньше дозировку, нагрузки даешь и так далее, это, конечно, совсем по-другому, но онлайн, если ты знаешь уже, с кем работаешь, то, конечно, легче, если не знаешь, нужна обязательно обратная связь, ну, чтобы хоть как-то так найти, подкорректировать, постараться. Вот Татьяна Романовна, плюс ко всему, еще и выпустила книгу. Вот о чем эта книга, Татьяна? Ну, я выпустила давно, сейчас уже напрашивается другая книга, но, я думаю, чуть-чуть надо все-таки еще чего-то достичь в спорте, если вы хотите писать о спорте, и вообще как-то, ну, хотелось, она такая обобщенная, она обо всем, о жизни, о спорте, как о тренировках, о жизни после спорта, но, я понимаю, что вот у меня на моих соревнованиях, когда провожу мастер-класс, у ребят, вот элементарно, ну, вопросы, они с одной стороны стандартные, но ты понимаешь, что это нехватка какой-то информации, именно из первых рук, как говорится, поэтому мне хотелось так выпустить, допустим, мой первый старт, ну, из психологии, как вот настраиваться, потому что подросток, он, как правило, сталкивается с одними и теми же проблемами, как вот себя настроить, как вот ожидание тренера, ожидание родителей, бывает там, внутренние какие-то комплексы, особенно вот как раз пубертный период начинается, и просто их нужно с ними больше общаться, так коммуницировать, поэтому, конечно, здесь вот именно в таком формате выпустить, чтобы тоже для них это был так, такой мини-дневник. Такое пособие для... Да-да-да, поэтому вот пока мы над этим сейчас, чтобы вот такое для... чисто для формата до, там, книги до 18, и не 18+, она будет посвящена юношам, юниорам, может быть, там, ну, тем, кто только начинает заниматься спортом. Ну, желаю так же искренне, чтобы эта книга обязательно вышла в свет и была у каждого спортсмена. И хочу, наверное, будем потихоньку-потихоньку заканчивать, чтобы эфир не выбила. 55 минут у нас и мы должны уложиться, чтобы его сохранить, и многие хотят еще посмотреть после. И последний вопрос, а точнее, наверное, обращение к Татьяне Романовне Лебедевой. Мы довольно-таки давно знакомы из-за период многолетней дружбы. Я очень уважительно отношусь к семье Татьяны Романовны, к ней лично, и, наверное, опять о любимом спорте, а может быть, вот вопрос, спорт, насколько повлиял ли на то, что Татьяна Романовна Лебедева несмотря на то, что она достигла огромных высот в спорте, в профессиональной карьере, занимала огромное количество важных, таких звездных должностей, и при этом всегда остается настолько скромным, настолько сильным, настолько человеком, который всегда придет в любую секунду на помощь, и были такие моменты, когда мы проводили, много было соревнований, проведено с ее участием, это соревнования детские по карате, и Татьяна Романовна часто прилетала в буквальном и в переносном смысле на соревнования по карате с корабля на бал с самолета на соревнования, буквально у нее вот самолет приземлялся, и мы ждали, когда она вот будет у нас, тут же с аэропорта она моментально летела для того, чтобы поддержать детей своим присутствием, для того, чтобы вдохновить и дать автограф тем ребятам, которые хотят увидеть маяка в живом формате, в своей жизни, это того спортсмена, на кого можно равняться, и вот настолько по-человечески мои близки, мое окружение, я лично таким уважением отношусь к Татьяне Романовне Леведевой, это по ее деловым качествам, по ее человеческим качествам, то есть это человек, который говорит всегда правду, и хочу обратить внимание, что человек был и в чиновничьей среде, и был в какое-то время под, скажем, формированием машины, системы, и всегда остается человеком слово, человеком дело, с сильным характером, с добрым сердцем, и с искренними ценностями, это стоит очень дорогого, и на протяжении всей жизни каждый здравый человек должен понимать, что сокровище дружбы, сокровище человека, они скрыты как раз-таки вот внутри, и я смело хочу сказать и поблагодарить Татьяну Роману за то, что она остается таким примером для подражания, и много я раз поднимал тему, какое же лицо должно быть у спортсмена, для чего человек занимается спортом, ну да, чтобы стать физически крепче, а духовно, а морально, и вот все эти качества я нахожу вот в этом человеке, в Татьяне, Татьяне, и Татьяна, вот искренне говорю за это спасибо, и тут же перехожу к вопросу, вот как сформировать такого человека, как не растерять ценности, как сохранить в себе вот эти богатства. Ну я, вы прям расхвалили меня, прям это, у меня сейчас тут нимб, наверное, вырастет. Это факты, нет, расхвалить и перехвалить не получится, но это факты, это факты наблюдения из многолетней дружбы. Ну, я не скажу, что я святая, у меня, конечно, свои есть там пороки, свои есть соблазны, и единственное, конечно, пытаюсь иногда отделить черное от белого, и вот как у нас говорят старцы там на Афоне, что никогда не обманывай свою душу, и, конечно, иногда приходится принимать решение, которое тебе там сверху, ну, политики, оно, это вообще отдельная тема, если там вести только о политике, там тоже своя такая командная, свои интриги, и если в спорте ты вышел, победил, все от тебя зависит, ты проиграл, ты проиграл, ты выиграл, ну, ты заслужен, у тебя команда, вместе вы победили, то политики там совершенно, ну, по-другому там, ты один ничего не стоишь, там нужно тоже свои коалиции, свои это, то есть, здесь, конечно, для меня это было тяжеловато, ну, это тоже был опыт, и я всегда, когда внутри у меня, конечно, были там и когнитивные диссонансы, когда было тяжело принимать решения, ну, так надо, коллектив проголосовался, и это надо так проголосовать, поэтому, поэтому, спорт, он, наверное, вот этим и честен, как бы, что он и воспитывает эти качества, именно мотивации, именно самопреодоление, именно прогрессировать, всегда самосовершенствоваться, всегда слушать себя, анализировать, если неудача, не искать виновных, потому что в жизни она намного сложнее, и приходится вот эти все качества, они потом очень помогают, если ты применяешь в жизни, когда у тебя неудачи какие-то, или даже наоборот, удачи, все хорошо, но ты при этом не ловишь звезду, а стараешься понимать, что это и команда помогла, которая рядом с тобой поглядеться, кто именно с тобой, кто тебе помогает, поэтому это, наверное, жизнь, она вот так все складывалась, что были хорошие друзья, как-то, наверное, ну, плохие не приживались, как-то сами отпадали, и я считаю, что у меня вообще очень много таких хороших, тоже открытых, все чистых, душой друзей, которые, и мне с ними приятно и комфортно себя чувствовать, и вот, наверное, вместе так вот можно делать хорошие дела, добрые дела от сердца, и я думаю, это, ну, как говорят, шести рукопожатий, если один будет, второй, третий, то, наверное, мы будем так вот по частичке немножко распространять такой вот, ну, позитив, такое добро, веру в себя, чтобы каждый вот, кто еще в какие-то есть комплексы, чтобы он поверил, и может быть, он другим же такой вот, ну, зерно радости посеял, поэтому пусть это не будет на глобальном, там, в рамках космического масштаба, ну, хотя бы здесь и сейчас, и, наверное, в этом и заключается смысл жизни, когда мы развиваемся, когда мы оставляем после себя что-то, что мы, ну, вот нам не стыдно сказать, что да, это, у нас это получилось, или даже если не получилось, но мы к этому стремились. Вообще, золотые слова в очередной раз, и, наверное, к сожалению, будем заканчивать, если будет такая возможность, мы с удовольствием, может быть, еще пообщаемся, если мы принесли какую-то пользу нашим зрителям, и я думаю, что нужно постараться сохранить эфир, и многие послушают, особенно мы за кулисами говорили, с Татьяной Романовной, хотели создать такой эфир, который поможет человеку, если сказать двумя словами, просто не сдаваться. Если цель благая, если цель правильная, искренняя, просто не сдаваться. Правильно, Татьяна? Да, но я думаю, здесь, конечно, вы пишите, все, кто слушает сейчас, если вы хотите, чтобы мы еще раз встретились, может быть, обозначить какую-то тему более так детально, мы не обо всем сейчас у нас так немного, мы постарались все ухватить за час, чтобы более так было узконаправленно, то с удовольствием проведем и в дальнейшем. Так, ну, спасибо огромное, Татьяна Романовна, еще раз убеждаюсь, что вот настоящий спортсмен, лицо настоящего спортсмена должно быть именно таким, нужно равняться вот именно на Татьяну Романовну и читать ее книги, общаться с ней больше, и если где-то что-то не получается, она всегда поможет, даст совет, однозначно вы не сдадитесь. Поэтому для этого, в принципе, и организован был эфир. Татьяна, спасибо огромное, нашим слушателям, зрителям большое спасибо, что они уделили время, написали огромное количество в адрес Татьяны Романовны положительных комментариев, это очень здорово, я иногда смотрела, насколько люди любят, причем со всего мира. Новосибирск, да, вот, Калиниска. Израиль, Новосибирск, да, очень много было. Это не просто города, это страны. Истралитамак, все. Спасибо большое все, кто слушал, я вот желаю, чтобы у вас всегда в жизни был позитив. Смотрите все с открытым сердцем, на все проблемы, все невзгоды, поверьте, они сразу будут решаться, у вас будет находиться путь их разрешения, то есть как мы относимся к миру, так он к нам будет относиться, поэтому это такое наше испытание, поэтому будьте достойны самих себя, уважайте себя, и тогда вас все будут и другие уважать. Ставьте благие цели и не сдавайтесь. Спасибо большое, Татьяна, до новых встреч, я очень надеюсь, что мы еще продолжим общение и подарим несколько советов. Спасибо, до встречи. Всех люблю, всех обнимаю, хорошего, прекрасного вечера. Пока-пока. Спасибо. Спасибо.